12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот» в студии Светлана Занько и Анна Лапшина. Добрый день. Мы продолжаем и мы начинаем нашу анонсированную тему – систему управления новым многоквартирным домом. Как это работает? В нашей студии Денис Крутихин, председатель Совета директоров компании «Кировские ССК». Добрый день. Здравствуйте. И Михаил Богов, директор управляющей компании «Наш Дом». Добрый день. Добрый день. Я должна сказать, что сегодняшний эфир – это такое ответное слово. Эфир, который был у нас некоторое время назад. Буквально неделю назад. С участием Андрея Воробьева, экспертов сферы ЖКХ общественной палаты. Собственно говоря, наши гости слушали этот эфир. Внимательно. И решили, что имеют право на ответ. Давайте мы прямо начнем с той проблемы, которая была обозначена неделю назад в понедельник в эфире дневного разворота. Мы его, собственно, собирали на основе публикации, которую Андрей Воробьев осуществил под названием «Жителям новостроек незаконно вменяют муниципальный тариф». И он рассказывал на некоторых примерах, как это происходит. Проблема, которую обозначал Воробьев, заключалась в следующем. Что жители новостроек в первые три года, не разбираясь ни в тарифах, ни в потребностях дома, соглашаются якобы на управляющие компании, предоставляемые услуги, которых предоставляет застройщик. И тариф, который эта управляющая компания, напоминаю, что заголок, вменяет муниципальный тариф, что это неправильно, что тут нарушаются права жителей, что этот тариф должен быть другим, жители должны его сами принимать и корректировать. И вот эта проблема была обозначена. И в том числе рассказывал это все Андрей Воробьев на примере домов, управляет которыми, собственно говоря, компания, директор, который присутствует у нас здесь в эфире сегодня. Андрею Воробьеву сразу скажу, мы позвонили перед эфиром за несколько дней и сказали, что он может участвовать, он может задать свои вопросы по телефону, как угодно. Но Андрей сегодня занят, он свой вопрос еще один дополнительный прислал. Я думаю, что он переслушает наш эфир и, может быть, еще что-нибудь расскажет нам. Сейчас хотелось бы со стороны застройщика, со стороны управляющей компании, чтобы вы раскрыли людям подробный механизм, как вообще все происходит. А можно я все-таки вот задам, скажем так, то в нашей беседе, да, я начало обозначу. Вот мне, как дилетанту, как человеку, не имеющему прямого отношения к сфере ЖКХ, тоже непонятно, почему в новостройке, где вроде бы все сделано, все хорошо, да, новые подъезды, чистые стены, потолки белые, там, не прожженные, ничего. Почему в этой новостройке тариф на содержание жилья, там, да, общего имущества, он равен тому, который в старом доме. То есть он равен? Ты уверена, что он равен? Мне кажется, что он, наверное, близок к этому. Тебе кажется, ты же не знаешь, ты же не знаешь. Но мы же говорим про муниципальный тариф. А почему муниципальный тариф, ты считаешь, для старых домов? Вот кто знает вообще, этот тариф высокий или низкий? А вот мы сейчас спросим, но вообще обычному человеку-дилетанту кажется, что содержание новостройки должно обходиться дешевле, чем содержание старого дома. Там же еще ничего не нужно ремонтировать, там все новые. Вот давайте я отвечу прямо на этот вопрос. Что дешевле содержать, старый дом какой-то или новый абсолютно дом? Конечно, новый дом содержать всегда дороже. Почему? Потому что новый дом, как правило, квартиры покупают в черновой отделке. Первые два-три года, а бывает и пять лет, люди заезжают, нанимают каких-то шабашников, которые делают отделку, вывозятся строительный мусор, заносятся стройматериалы. Это постоянно все обшарпанные стены. Это куча мусора у подъезда, который надо вывозить, строительный мусор, не бытовой. Помимо бытового нужно вывозить еще и строительный мусор. И первые два-три года идет наладка дома. Все, что должно случиться с домом, какие-то проблемы, они случаются в первый год или второй год. Это настройка теплового узла, повысительных насосов, регулировка лифтов и всех систем жизнеобеспечения дома. Это все делается в первые годы. Это идет настройка, наладка. Если где-то плитка чуть-чуть неправильно положена, отошла, то ее нужно переделать. Это все делается первые два года. А потом уже дом начинает жить своей жизнью. Через три-четыре года, когда все сделали отделку в доме, все заехали, нет строительного мусора, уже постоянные жильцы не меняются. Вот тогда дом уже начинает жить полноценной нормальной жизнью. Спасибо. А что, а потом, значит, затраты снижаются? Ну, потом затраты только на поддерживать. Они приходят в норму. Приходят в норму, и тогда можно уложиться в тот муниципальный тариф. А первые два года в любом случае любая управляющая компания работает в убыток. То есть даже муниципальный тариф, он не покрывает расходов на содержание нового дома? Вот директор управляющей компании сейчас ответит, что входит в 21 рубль. Я точно знаю, что в этот муниципальный тариф не входит вывоз строительного мусора, который появляется после всех перепланировок. Там выносят стены, куски обоев, гипсокартон. Это не бытовой мусор, это строительный мусор. Он принимается полигонами ТБО совершенно по другому тарифу. Он дороже. И эта услуга не входит в 21 рубль. Это уже точно. Давайте Михаил Леонидович сейчас расскажет, что входит в муниципальный тариф. Мы знаем, как муниципалитет вообще его рассчитывал. Вот как раз об этом я и хотел поговорить. То есть, получается, пойдем по хронологии. Давайте. Построен новый дом. Орган местного самоуправления объявляет открытый конкурс на управление этим домом. И определяет плату за содержание и ремонт общего имущества. То есть, эта плата складывается из составляющих. И размер этой платы утвержден. Рассчитывается специальной комиссией по формированию цены тарифов и надбавок в муниципальном образовании города Киров. То есть, эта цифра, которая взялась не с потолка, она просчитана. И она определена из перечня обязательных работ, которые управляющая компания производит на общем имуществе многоквартирного дома. То есть, эта цифра не с потолка, ее придумала не управляющая компания. То есть, эта цифра... Нет, мы понимаем, да. Да, эта цифра определена, она четкая и понятная. Да, смотрите, Михаил Леонидович, вопрос-то как раз и состоял в том, что тариф единый для всех домов, а дома-то разные. Есть дома старые, есть дома новые. И тут возникает как раз непонимание жителей. А муниципалитет, когда принимает этот тариф, он, собственно говоря, из перечня каких работ исходит? Это 290-е постановление правительства, перечень обязательных работ. Давайте перечислим, просто у нас не все слушатели, наверное, имеют возможность посмотреть. Это перечень очень большой, это многостраничный документ. Ну, основные какие-то, вот основные виды работ, которые делает управляющая компания в доме. Ремонт и содержание несущей конструкции, вывоз ТБО, обслуживание инженерных систем, ну и так далее. То есть, там перечень очень широкий, он большой. Вот Денис Леонидович сказал, что вывоз строительного мусора, который не входит в этот муниципальный тариф, в первые годы как раз такой мощный довесок к тому, что управляющая компания вынуждена платить, потому что она вынуждена его вывозить, ведь люди сами, не сами его вывозят. Да, то есть, формально мы могли бы установить стандартные евроконтейнеры, которые как раз предназначены для вывоза бытового мусора, и не нести на себе затраты, которые мы несем по вывозу крупногабаритных контейнеров. А вывоз такого контейнера – это достаточно существенная сумма. То есть, мы идем навстречу, мы устанавливаем эти крупногабаритные контейнеры и несем, соответственно, расходы. Жильцы за него дополнительно не платят? Жильцы дополнительно не платят. А должны бы при обычном раскладе? Ну, из опыта крупных городов люди за это платят. Так хорошо, вот существует вот этот муниципальный тариф. Дальше следующий вопрос возникает, вопрос, который как раз Андрей Воробьев и задает. Вот люди выезжают в новый дом. Они, собственно говоря, еще, что называется, не спелись. Все не въехали, ничего не обсудили. Они еще не знают друг друга даже. Да, ничего не обсудили. Как вот, расскажите из практики, как происходит выбор управляющей компанией? И почему, тут уже, наверное, к Денису Леонидовичу вот этот вопрос. И почему, собственно говоря, сам девелопер, самая строительная компания заинтересована в создании управляющих компаний, которые дальше дома ведут? Ну, кто мне сейчас... Может быть, со второго, да, давайте вопросом. Со второго вопроса. Потому что раньше мы раздавали в разные компании наши дома. В одну управляющую компанию, в вторую, в третью. Простите, я все-таки уточнюсь, а раздавали это как? То есть вы как-то на уровне сдачи дома конкурс объявляли между управляющими компаниями? Мы приглашали управляющую компанию, чтобы участвовали в конкурсе и просили их взять. Мы искали ту управляющую компанию, которая будет качественно обслуживать. А зачем вообще девелопер-то это делает? Вот построил дом, продал и ушел. И пусть он там живет. Вот так оно примерно раньше и было. Построил дом, но и все-таки хочется, это же наши люди, которые доверили нам денежки, и хочется, чтобы они жили комфортно. И потом, когда пришли следующую квартиру покупать, они опять пришли к нам. То есть это самое дорогое, что у нас есть, это инвестор. Это и есть тот покупатель, который нам несет деньги, который нам свои деньги доверил. Это самое, может быть, одно из самых главных событий в жизни у человека, который приобретает жилье. Это самая крупная у него покупка. И хочется, чтобы у человека осталось приятное впечатление о этом событии. Я, значит, представляю себе. То есть я покупаю, например, квартиру в какой-то строительной компании. Чтобы я ее выбрала, я смотрю, какие дома до этого построила строительная компания. Туда приезжаю, смотрю, как там люди живут. Конечно. И хорошо бы, чтобы я увидела привлекательную картинку. А она без работы управляющей компании невозможна. То есть благоустроенная территория, чистые подъезды и прочее. Раз случается какая-то ситуация, какая-то управляющая компания зачем-то не досмотрела. Там у кого-то отвалилась плитка или еще что-то случилось. Или там вода стала плохо поступать. Вместо того, чтобы там тепловой узел или повысительный насос порегулировать, они говорят, ой, да это строители плохо построили. Мы здесь сделать ничего не можем. Люди начинают писать на форумах. А вот мы купили квартиру у такого-то застройщика, у нас там все сломалось. И нерадивая управляющая компания, вместо того, чтобы прийти и порегулировать, подкрутить чего-то, чтобы у людей была и горячая вода, и светло, и тепло, им проще свалить на застройщика. И поэтому, чтобы этого не было, мы, конечно, говорим, да нет, это надо, вот управляющая компания должна это делать. И начинают с одного на другого перекладывать. А там еще такая история. Чтобы этого не было, человек, куда денежки отдал, тот человек и отвечает за то, что он купил. Там еще, смотри, если такая ситуация может возникнуть, если нерадивая управляющая компания, или даже родивая, вот я себе представляю просто на месте бизнесменов, которые в управляющую компанию пришли и взяли этот дом, и которые могут свалить на что-то там сломавшееся. Вот, ты посмотри, все же для выгоды работают, Ань. Вот подумай, да? Не исключено. Я говорю, что, вы знаете, некачественно построен дом, сломалось, и теперь это стоит вот столько. Ты как вот как жилец пойдешь проверишь? Я никак не проверю, но у меня вообще-то где-то очень далеко и глубоко есть некие знания о том, что вроде бы строительная компания на протяжении скольких-то лет после сдачи дома за какие-то вещи должна отвечать. Вот сейчас на этом мы остановимся, потому что у нас минутная пауза, и дальше попросим пояснить этот вопрос наших гостей. Система управления новым многоквартирным домом. Как она работает? Тема, которая у нас звучит во втором части нашего разворота. 211-101 номер телефона прямого эфира. 211-101 вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. Денису Крутихину, председателю совета директоров компании «Кировские ССК» и Михаилу Бокову, директору управляющей компании «Наш Дом». Кстати говоря, надо сказать, что на сайте хакирова.ру, нашей группе ВКонтакте, конечно же, традиционно есть опрос. Звучит он сегодня следующим образом. В том, что в нашем городе есть надежные, добросовестные, управляющие компании. Вы уверены, не уверены? Конечно, есть. Я знаю, это, по-моему, повторяет первый ответ. Я не знаю. Нет, это вот, мне кажется, все-таки уже отличается. Конечно, нет проверено. Давай посмотрим, какие результаты сейчас голосования. Ты смотришь на страничке ВКонтакте? А, я ВКонтакте, хорошо. Значит, на странице хакирова.ру не уверены 45%, почти 46%. 27% говорят, конечно, есть, я знаю. 18% уверены и 9%, конечно, нет проверено. Но ВКонтакте немножко отличаются результаты. Не уверены в том, что в нашем городе есть надежные, добросовестные, управляющие компании, 36%. Второй по популярности ответ, конечно, есть, я знаю, 24%. И по 20% два варианта набирают уверен. И противоположность совершенно, конечно, нет проверено. До перерыва мы следующее услышали установки, которые нам транслировала управляющая компания и девелопер, присутствующий здесь в эфире, что, во-первых, молодой дом, только что построенный, требует дополнительных расходов. И его содержание бывает даже дороже, чем дом, который уже устоялся. Первое, что оправдывает использование муниципального тарифа. Второе, что мы услышали, это то, что девелопер, собственно говоря, почему создает свои управляющие компании и контролирует дальнейшее содержание дома. Потому что это вопрос репутации, вопрос продажи следующих квартир. И именно поэтому, но мы еще не спросили, а что, не зарабатываете вы совсем, что ли, на управляющих компаниях? Ну, как бы, не укавите ли вы здесь, что только для этого мы это спросим, да, обязательно. Но все-таки предоставляем вам, слушатели, возможность звонить и задавать свои вопросы. Напоминаем, что наш эфир сегодняшний мы собрали по следам эфира, который прошел в прошлый понедельник, с Андреем Воробьевым, экспертом ЖКХ общественной палаты, который говорит, что житель новостройок незаконно, меняет муниципальный тариф. Мы еще, кстати, к этому этот вопрос не разобрали, законно или незаконно. Но прервались мы не на этом, а прервались мы на том, что Аня сказала, что девелопер, собственно, строитель должен в течение пяти лет выполнять свои гарантийные обязательства. И тут управляющая компания, собственно, должна себя чувствовать вольготно. Есть проблема? Сразу к застройщику. Исправляйте. Ну, хорошо, да, конечно, мы пять лет должны нести гарантийные обязательства, и мы их несем, да. Но бывают такие случаи, когда идет не поломка, а просто там недостаточно правильно обслужена та или иная система, поэтому она не работает, ее просто нужно наладить, ее ремонтировать не нужно, ее нужно просто обслуживать для того, чтобы она работала. Ну вот, условно, с системой отопления, например, холодно в какой-то квартире, может оказаться так, что просто надо подрегулировать где-то на сушу, да, или не знаю. Может быть, просто один желез взял у себя дома и сделал теплый пол. Залез в систему отопления, сделал у себя теплый пол, поэтому тот ресурс, который идет на следующий этаж, там на шестой или на седьмой, да, он весь остается на пятом этаже, и туда уже приходит холодная вода. Ой, простите, пожалуйста, а у меня сейчас будет, наверное, совсем глупый вопрос. А как это так? Он сделал теплый пол и не поставил в известность никого. А кто это делает? Это так вот сделал. Управляющая компания проворонила это летом. Простите, а если протечка будет потом? Конечно, конечно, это нужно согласовывать. Если это теплый пол, это вмешательство в систему отопления, это нужно обязательно согласовывать. Это запрещено делать, и за этим должна следить управляющая компания. Это если водные, да, вот эти вот потрубы, а если электрические? Ну, если электрические, то нет, то это ничего страшного. Понятно. Вот для пояснения этого вопроса, что управляющая компания, может быть, не умеет справляться с настройками, чего-то не знает, вот сейчас Михаилу Леонидовичу тогда вопрос, директор управляющей компании «Наш дом», а что, очень сложно со специалистами? Вот управляющей компанией насколько сложно набрать тех людей, которые будут все это регулировать, понимают и законодательство, и технику? Я считаю, что специалисты управляющей компанией «Наш дом» достаточно квалифицированные специалисты. Да, удивительно было бы ожидать от вас другого ответа. А в целом по рынку? У нас есть проблемы, так скажем, со специалистами, которые работают непосредственно с населением. Это что за люди? Там есть проблемы с коммуникацией, есть проблемы негативного характера. То есть у потребителя образ сотрудника ЖКХ складывался годами, когда мы жили с вами еще в Советском Союзе. Поэтому, да, по накатанной какие-то моменты есть, когда мы где-то грубо ответили, где-то мы заявочку исполнили не в надлежащее время, не в надлежащий срок. Это у вас такие проблемы или они ожидают таких проблем потребителя? Они такие проблемы есть, но я как руководителю, мы стараемся вот эту систему работы с клиентами улучшить. То есть в планах развития управляющей компании эту работу улучшать. Да, немножко не подняли мой вопрос, Михаил Леонидович. Я не спрашиваю сейчас, какие частные проблемы в вашей компании существуют. Я спрашиваю про рынок специалистов в Кирове. Достаточно ли количество специалистов, которых легко можно найти управляющей компанией, чтобы вот команда была профессиональной. Специалистов этих мало. Поэтому этих специалистов нужно выращивать, как и называют. Ну и в процессе выращивания всякие проблемы возникают. Можно немножко добавлять. Лучшие специалисты, они в лучших управляющих компаниях. А рейтинги, как вы относитесь к рейтингам управляющих компаний, которые сейчас составляют у нас администрации? Администрация, субъективные. Администрация, субъективные, абсолютно субъективные рейтинги. Почему вы так думаете? Вы пройдите по домам и спросите. По нашим домам. Вы придите к нашим жильцам и спросите, все ли вас устраивает. И придите в компанию из первой пятерки и спросите у тех жильцов, их все устраивает. Вы знаете, мне кажется, очень сложно найти дом, где всех жильцов все устраивает. К любой компании есть, мне кажется, претензии. Ну, где-то 90% устраивает, где-то 99%, а где-то 10% только устраивает. А с появлением вот этих рейтингов, которые общественная палата составляет, у вашей управляющей, например, компании появились проблемы? То есть вот народ стал смотреть на рейтинги и думает, что-то нет в рейтинге компании. Пойдем-ка, мы соберем собрание и куда-нибудь перейдем. Нет, они смотрят на дом, а не на рейтинг. Они смотрят на содержание общего имущества, они смотрят на клумбы, цветочницы, песочницы. Зимой у нас в некоторых жилых комплексах заливаются катки, делаются. Люди живут довольны, елки наряжаются, проводят свои праздники, чемпионаты по футболу, между подъездами, по волейболу. Они живут своей дружной жизнью. Денис Иоанневич, расскажите, пожалуйста, осветите этот вопрос, который я уже задала. И хотелось бы все-таки выяснить. Да, в новом доме. Как это вообще возможно? То есть ориентировать людей на выбор управляющей компании. Вообще, как это происходит? С чего начинается это все? И на каком моменте управляющая компания появляется? Мы остановились на том этапе, когда объявляется конкурс. Объявляется конкурс администрацией города Кирова. Мы не сможем разговаривать. Вот Михаил Леонидович все объяснит. Давайте. Участвовать в этом конкурсе может абсолютно любая управляющая компания. То есть она подает заявку согласно установленной форме и принимает участие в этом открытом конкурсе. То есть у управляющей компании, застройщика, у нее нет каких-то привилегий в этом? Привилегий в открытом конкурсе абсолютно никаких. То есть здесь все равны. Так. Конкурс? Объявляется конкурс, и по результатам этого открытого конкурса та управляющая компания, которая победила, она и заключает договор на управление многоквартирным домом. А по каким критериям победитель отбирает? То есть там условия конкурса? Условия какие? Условия там достаточно простые. То есть есть определенный перечень работы услуг, которые предлагается выполнить за определенную плату. Так. И та компания, которая первая вышла с этими цифрами, то есть подтверждает свое участие в этом конкурсе, и свои обязательства по управлению, она и побеждает в этом конкурсе. То есть там от суммы зависит или как? Это аукционная какая-то вещь? Как это работает? Нет, конкурс. Аукцион есть аукцион. Конкурс есть конкурс. В конкурсе несколько факторов слагаемых. В аукционе только единственная цена. Вот честно я вам скажу, пока нашим инвесторам везет, что все наши дома выигрывает управляющая компания «Наш дом». Инвесторам везет? Нашим инвесторам везет, что хорошая компания выигрывает, но у них нет проблем никаких. Вы почитайте форумы. У нас открытые форумы. Мы их не чистим. Даже негатив, мы на него отвечаем грамотно, но не удаляем эти негативные сообщения. Они у нас есть на форуме. Прочитайте, посмотрите, и вам станет ясно. Все-таки поясните, пожалуйста, вот проходит этот аукцион и идет конкурс. На понижение цены работа идет, да? Нет. А как? Понижение цены – это аукцион. А конкурс? Конкурс. Какие критерии-то учитываются в работе? В конкурсе, в любом конкурсе, конкурс проводится как на выбор подрядчика по строительству, бывают конкурсы, на обслуживание конкурс. Там цена дается, столько-то баллов профессионализм, столько-то баллов гарантия, столько-то баллов деловая репутация, столько-то баллов. Потом это все складируется, и выбирается победитель. То есть это не так, как с аукционом на дороге. Кто ниже цену назвал, тот и выходит. То есть там много сослагающих. Цена – это фиксированный. Она не меняется. Она не меняется. То есть сейчас речь идет о количестве и объеме предоставляемых услуг в эту цену. То есть кто больше, условно, кто больше работ готов за эти деньги делать? Не совсем. Посмотри, там есть репутационная составляющая, история компании и так далее. В конкурсе должно быть репутационная составляющая, конечно. А не только. Это важно, если все эти составляющие. Тогда это показательно, кто выигрывает в таком случае. Хорошо. Конкурс. Значит, компания выигрывает. И приходит жильцам, говорит, здрасте, мы ваша управляющая компания. Да, здрасте, мы управляющая компания. Потом жильцы могут собраться, создать ТСЖ, сказать, или просто переизбрать управляющую компанию, сказать, что вы плохо обслуживаете. Нет, давайте мы вас переизберем, изберем другую, пусть у нас другая обслуживает. Вот она лучше обслуживает. А вашему опыту в какой момент создается жизнь и дома создается ТСЖ, когда люди впервые собираются? Срок какой проходит? В нашем доме, вот у нас один случай был, это неудачный пример, я приведу Пятницка, 56, да. Но обычно, когда что-то не устраивает людей, тогда создается ТСЖ. Когда всех все устраивает, люди живут с удовольствием, платят эти денежки и живут, радуются жизни. А что случилось на Пятницкой? Ну, на Пятницкой там сначала хотел кто-то подзаработать, потом, там нехорошая история была, даже не хочется ее озвучивать. Давайте ее оставим за эфиром. Но в итоге ваша компания осталась управляющая? Нет, 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 там уже сменилось 5 или 6 компаний и дом в таком неприглядном состоянии. А почему сменилось 5 или 6? И за какой срок сменешь? Ну сколько, дому 6 лет. Всего? Каждый год по новой компании? Ну да, каждый год, вот сейчас вот только-только новая. Это значит, что жильцов все время что-то не устраивает или что? Нет, сами управляющие компании отказываются. Отказываются по какой причине? Ну вот не знаю, даже их не устроил тариф, там какой, 26 рублей был. Жильцов не устроил тариф? Нет, управляющие компании не устроили. А, то есть жильцы собираются, говорят, мы такой тариф, и никто на него не идет. Да. Сейчас прерывается на 2 минуты у нас реклама. Продолжим с нашими экспертами Денисом Крутехиным, председателем совета директоров компании Кировские ССК, и Михаилом Боковым, директором управляющей компании НашДом. Продолжается дневной разворот, обсуждаем тему системы управления новым многоквартирным домом, как это работает. В нашей студии Денис Крутехин, председателем совета директоров компании Кировские ССК, и Михаил Боков, директор управляющей компании НашДом, и еще слушатель к нам в эфир. 211-101, прямой эфир. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей Воробьев. О, Андрей. Добрый день. Давайте, Андрей, подискутируем. Добрый день. Я бы хотел вопрос задать уважаемым представителям управляющей компании и застройщика. Ваши гости говорят, что только по результатам открытого конкурса заключается договор с управляющей компанией, да, между собственниками и, соответственно, самой управляющей компанией. Но почему-то вот про привилегии, когда вопрос был задан, гости от него аккуратно ушли. Какие привилегии? Я спрашивала, имеет ли застройщик какую-то, да, вот, какие-то плюсы. Привилегии вот в чем. Администрация города, если касательно Кирова, должна провести конкурс в течение 45 дней с момента сдачи дома в эксплуатацию. И вот за этот период, если собственники на общем собрании выбрали управляющую компанию, то никакого открытого конкурса не проводится. И вот как раз проблема-то заключалась в том, что муниципальный тариф, где администрация города еще не участвует, вменяется как раз тем домам, которые выбрали управляющую компанию до проведения конкурса. Это как и в случае с теми домами, которые находятся под управляющей компанией «Наш дом». А, не со всеми, а с некоторыми. Да, есть некоторые дома, где были по результатам этого конкурса. Но именно вопрос был в тех домах, где не было его, но появился муниципальный тариф. Вот я бы хотел услышать от гостей, каким образом здесь привилегия работают между застройщиком и управляющей компанией. Вы, пожалуйста, не отключайтесь, Андрей, будет еще к вам вопрос. Вот я, Андрей, вам как юристу, хочу задать вопрос. Как в течение 45 суток после ввода дома в эксплуатацию провести общее собрание жильцов? Нужно, чтобы в общем собрание жильцов многоквартированного дома имеют право принимать участие только собственники. Чтобы стать собственником квартиры, нужно, значит, принять по акту приема-передачи квартиру от застройщика, сдать документы в рекпалату на получение права собственности, потом заблаговременно, за какое-то время, там, в течение, там, может, за 10 дней до собрания повесить объявление и набрать 50% таких уже собственников, ставших, которые получили, у которых нет ипотеки, нет рассрочки, их собрать всех вместе и выбрать управляющую компанию. Как вы себе это представляете? У меня как раз тот же самый вопрос. Я себе этого не представляю, но такие протоколы имеются, и по ним управляющие компании работают с муниципальным тарифом. То есть у меня возникают вопросы, как это другие застройщики, например. А конкретно ваша строительная компания нигде не обсуждалась. Я говорю в целом. То есть такие протоколы есть, и они признаются действительными органами государственного жилища НДО. И в то же время эти органы указывают, вот, кстати, отвечая на ваш вопрос, что судебная практика подтверждает, что участники долевого строительства, не зарегистрировав право собственности, имеют право участвовать в общих собраниях. И в том числе принимать решение о выборе того лица, который будет управлять многоквартирным домом. Имеют право? Участники долевого строительства? Да. То есть на практике это может выглядеть следующим образом. А когда застройщик предоставляет акт дачи квартиры, он одновременно говорит, вот мы тут планируем создать ССЖ или провести вообще собрание, выбрать управляющую компанию. Вот здесь, пожалуйста, проголосуйте. То есть вполне может быть такая практика. И такая практика очень сильно распространена в одном из крупных микрорайонов города Кирова. Это куда сейчас строится путепровод. Ну, мы можем назвать, я думаю, его чистые пруды. Это Киров спецмонтаж, это повезло тем жителям. У них прекрасная управляющая компания, там грамотные специалисты. И вот то, что они отдают своей компании управляющие дома, это людям просто везет. Это все-таки везение не должно ставиться в зависимость от воли самих собственников. Да, собственники в любой момент, через два года, через полтора, через месяц, может любой собственник инициировать собрание и сменить управляющую компанию. Но раз собственников все устраивает, значит они... Нет, тут вопрос, видимо, в том, что не всех устраивает как раз, да? Это не всех устраивает. Из-за того, что они не проводят собрание, это не значит, что их все устраивает. А из-за того, что им некогда, или они не хотят, или они не могут. Это вот я вопрос задавала такой, да, люди ремонтом занимаются в первый год. Или не знают, некогда не могут, не знают. Или не хотят. Во-первых, когда управляющая компания как-то аффилирована застройщикам, это хорошо. Почему? Потому что всегда управляющая компания может пригласить тех специалистов, которые строили, возводили это здание, которые знают эти тонкие места, как тепловой узел, как он устроен, тонкости настройки его. То есть это, когда созидательный такой труд совместный, да, он идет только на благо общего дела. Андрей, еще один вопрос. Вот вы тут озвучили, мы все привязываемся к этому муниципальному тарифу. Если есть жители недовольны тем, что существует и действует сейчас муниципальный тариф, разве они не могут собраться в этот момент, когда они это осознали, и поменять его? Это, во-первых, я уже говорил несколько раз, что тарифа здесь не существует. И называть это неправильно, но это называется размер платы. И вот этот размер платы, он как раз согласовывается между двумя сторонами. Собственниками и управляющей компанией. То есть собственники не могут в одностороннем порядке принять решение. Мы хотим, чтобы управляющая компания работала за рубль. Они должны между собой эту плату согласовать. И не просто работать по эфемерному муниципальному тарифу, который здесь вообще не применим. Они должны между собой договориться. Управляющая компания провела обследование на доме, говорит, вам нужно делать то-то, 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 то. И как представитель управляющей компании сказал, есть минимальный перечень, утвержденный 290-м постановлением. Его осметить. Соответственно, получится общая плата по договору, исходя из которой и получится тот размер платы, индивидуальность квадратного метра, который собственники и обязаны будут оплачивать. Вот нужно договариваться между собой, между двумя сторонами. Андрей, а вы сначала нашу программу слушаете? Не с самого начала. Там просто как раз наши гости такую ситуацию обрисовывали, которая там существует, может существовать на новых домах. Значит, в течение первых трех лет люди еще только въезжают. В течение нескольких лет еще дальше они только ремонтируют. А управляющая компания должна появиться на первом году жизни этого дома. И каким образом вы себе представляете, что в этот момент, когда половина людей еще не въехала и не сделала, они собираются с управляющей компанией, обсуждают тариф на содержание дома? Это ваши гости сказали, что первые три года есть какие-то сложности в доме. Да, все проблемы выплывают наружу. Это все какие-то косяки, да, они все выплывают хорошо. Вот, например, по одному из домов, который находится под управлением управляющей компании «Наш дом», уже три с половиной года. Давайте инициировать общее собрание, что раз все мы проблемы устранили за первые три года, будем снижать плату. А это вы предлагаете сейчас управляющей компании инициировать собрание? Нет, это я предлагаю. Три минуты ускоримся. Это жители ко мне обратились и говорят, вот мы считаем, что здесь нужно договариваться. То есть плата может быть и больше, но и объем работы должен соответствовать. Может быть не 21 руб, а может быть 30. Вопрос у меня один. Андрей, Валдарского, 208, какой тариф? А вам зачем? И посмотрите, как дом живет. Стоят машины на газонах, детская площадка развалена, мусорный бачок переполненный. Вы же каждый день выходите из этого дома и видите. Сходите и посмотрите, наведите порядок у себя в доме, а потом советуйте другим. Это я бы хотел пригласить на этот двор, на этот дом и конкретно побеседовать. Я готов рассказать. Я чувствую, что Андрей с Денисом встретятся на этом доме. Андрей, у меня еще к вам вот следующий вопрос. Я приглашаю. А что мешает жителям? Почему они к вам обратились? Им-то что мешает собрание собрать и поговорить с управляющей компанией? Вот поэтому я им и предложил сначала идти в управляющую компанию и попытаться договориться. Потому что здесь не идет вопрос о том, что нужно снижать его в любом случае. Нужно просто договариваться об объеме и соответствующем размере оплаты. Я правильно вас понимаю, что здесь теперь вы говорите, что нет критики, собственно говоря, уровня тарифов, а есть посыл в сторону жителей, что надо быть разумными, образованными в смысле вопросов ЖКХ. Мне кажется, у жителей просто есть вопрос по объему работы. Они хотят, видимо, и больше, может быть, платить, но, может быть, они недовольны уровнем. Можно, у нас нет времени на то, чтобы рассуждать, что там жители, я хочу просто спросить, правильен ли ваш, Андрей, сейчас вывод, что вы не осуждаете там тарифы, которые применяются, не советуете тот или иной, но вы призываете жителями быть ответственными квартиросъемщиками или владельцами квартир и понимать, как рассчитывается тариф, как ведется эксплуатация дома и прочее. Об этом речь идет? Не совсем. Тогда давайте вы сейчас буквально в одной и двух фразах. Я против муниципального тарифа, это первая фраза, и вторая, собственники должны сами договариваться с управляющей компанией о том размере платы, за которую она будет работать. Первые-то годы, когда работает дом, когда еще нет жильцов, какой тариф в таком случае должен действовать, если там нет еще и 50? О котором они договорились и приняли на общем собрании. А если собрание не собирается первые три года, Андрей, а если собрание не собирается первые полтора-два года, если нет еще достаточного количества жителей, не все въехали, что делать-то? То действует тот тариф, который определила администрация города на открытом конкурсе. Муниципальный тариф, он и действует. На открытом конкурсе, если он был проведен. Если его не было, значит было решение общего собрания, где они утвердили свой размер платы и объем работы. Все, я поняла, у нас просто завершается сейчас программа. Я поняла, что вот такие рассуждения нам нужно делать с обсуждением конкретного дома, конкретной проблемы и конкретных людей. Потому что сейчас идет такая полемика, вот я сейчас вижу, что ни о чем, потому что вроде здесь нет проблемы и здесь нет проблемы на самом деле. Давайте, если возникнет такая проблема неразрешимая и действительно стороны управляющих компаний или стороны жильцов какие-то есть замечания, то мы обязательно приведем людей и их послушаем. У них какие проблемы? Благодарим сейчас Андрея. Андрей, большое спасибо. Не можем продолжать, завершается наша программа. Андрей Воробьев, эксперт сферы ЖКХ общественной палаты Кировской области, был на связи. Собственно, он инициатор этой темы. Я вот сейчас в итоге, когда мы все обсудили, я вообще проблем не вижу, кроме малой заинтересованности людей в том, чтобы самим отвечать за ведение своего хозяйства, понимать, как это работает. Они отвечают. Отвечают? Конечно, люди сами отвечают. Они любой может быть инициатором, провести собрание и на этом собрании принять любое решение. Хоть создание ТСЖ, хоть смену правой ляйки, хоть что. Причем управляющая компания НашДом, она идет на диалог, именно на диалог с жителями, и мы готовы говорить о каких-то разумных снижениях тарифа. Мы готовы к диалогу. Иначе вас сменят. У нас где-то есть даже выше муниципального тарифа тариф, где дома комфорт-классы, где сидят консьержи, а люди дополнительно за эту услугу платят. Они платят по 30 рублей. По 30 рублей. А муниципальный тариф? 21? 20.03, там в зависимости от этажности. 20.03. Но все равно, мне очень нравится, что у нас такие темы поднимаются в дневном развороте. Это так или иначе образовывает нас. Мы понимаем, где проблемные зоны, к кому нужно обращаться и как самим, собственно, себя вести в разных ситуациях. Поэтому благодарим наших гостей сегодняшних. Спасибо, что вы откликнулись сами, пошли на этот эфир, сами его инициировали. Денис Крутихин, председатель совета директоров компании Кировский ССК. Михаил Леонидович Боков, директор управления компанией НашДом. Анна Лапшина, Светлана Занько, прощаемся. До свидания. До свидания.